Милка вышла погулять. У меня что-то не папы, не Маши. Так, а это не папа ли наш едет? Милочка, это по-моему папа едет. Я просто Лиза поехала за Машей. Привет! А, это Лиза на нашей машине. В общем, папа забрал Лизину машину, а Лиза на этой поехала за Машей. Сейчас тебя Маша отдам. Пошли. Пойдем, это Маша приехала. Пойдем. Не узнала? На, Маш, гуляй. Она пописала, больше ничего не делала. На, Маш, как дела у тебя? Милка, все хорошо. На. Все хорошо, дядя, Милка. На, Маша. Держи, забери поводок просто. Маша, она сейчас залезет в машину, на. Она у нас теперь любит в машине ездить. Надо и не надо. Милашич, Мила, 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 иди сюда, Милка. Милка. Иди ножку вытащу твою. А папа на твою уехал, да? Да, пошла из-за проблем. А, ты его видела, да? Она пописала. Он мне отдал машину. А, это он отдал? Да, она пописала, но больше ничего не делает. А, папа, гуляй, гуляй. Дальше гулять не надо? Нет, она пописала, все, она в 4 только так. Ну ладно. Все, распутывай ее. Пойдем. Снимемся. Милочка, заходи. Сейчас Лизину машину намоет, заправит. Куда? Ну что за привычка? Взять что-нибудь, внести наверх. Вот рюкзак пусть Маш берет твой и несет наверх. Все, иди, звезда. Пойдем. Ой, радости, ой, радости. Помогает, рюкзак нести. Что? Катя тут играет в ABC Маус. Это ABC Маус, Катя? Да? Катя, или что это за игра, да? У тебя такая же какая-то обучающая программа. Она давно, правда? Давай, я тебя такую же включу. Я куплю, дело там, блин, 1 минуту. Я хоть сейчас поеду, да? Мне просто сложить это все надо. Мне просто сложить надо все в коробку. Я пока не знаю, как вот, либо то, что маме буду отправлять, либо все вытаскивать из этих упаковочек. А больше? Давай. Итак, что у меня происходит? Начистила всю раковину, начистила плиту. Пока начищала плиту, напал на меня Золушкин припадок. И я решила, в общем, все начистить. Вообще все. Каждый контейнер, каждую ручку. Все набрызгала, начистила. И у меня небольшая перестановочка. Вообще не могу, когда ничего не меняется в жизни. Все стоит на месте. Нужно что-то менять. Самая ненужная вещь в моем доме переехала в этот угол. Так. А вот эти вот контейнеры с едой я хочу поставить вот сюда. Так, а тостер тогда куда? У нас такой дурацкий тостер. Я, честно говоря, его поменяла. Неужели совсем так, можно сказать, изживает себя. Пока я его выключу. Сейчас подумаю, куда я его деть. Может быть, я его отсюда вообще уберу. Все четыре как раз входят. И еще почему это все здесь? Потому что режу, нарезаю, что-то чищу я обычно вот здесь. И на них все время летит, например, картошку. Когда я чищу или не чищу, а когда режу и жарю, допустим, картошку. Все потом в этих беленьких крапинках таких или салат какой-то нарезаю. Здесь я вообще ничего не режу. Здесь просто что-то лежит и все. Поэтому решила вот здесь оставить. Потому что они такие прозрачные. И на них видно, в принципе, вот каждую ерунду. Потом пока они сюда переедут. Может быть, потом обратно переедут. Так, дальше. Так, чайник у меня сейчас тоже переедет. Я его сейчас намою сначала и переедет вот сюда. Еще почему я хочу, чтобы он стоял вот здесь, вот на этом месте. У него над ним не будет крыши. Потому что он у нас стоял всегда вот здесь. Со времен нашего переезда сюда. И пар все время вот сюда. Мы его отодвигаем каждый раз. Я понимаю, что ничего страшного. Я лично вообще, когда включаю чайник, никогда я его не двигаю. Но его принципиально сюда его всегда двигает. Он вот здесь вот стоит и кипит. Меня это страшно бесит. В общем, я поставлю этот чайник вот сюда. Так, ну что, чайник вот так вот поставила. Провод полностью размотала. Но вот мне вот раздражает, что его видно немножко. Но сейчас он у меня отлежится. Он был замотанный. Его не будет видно. И вот так вот пришлось поставить. Потому что вот так. Почему? Потому что гладиолус. О, нет, тогда он. Нет, надо все-таки менять, короче. Ладно, поменяем. Ну так тоже вроде неплохо, да? Когда что-то спрут-то, чей-то. Так, все-таки я решила переделать. Опять у меня чайник перекочевал под крышу. Ну, пусть уже здесь стоит фиг с ним. И вот так вот решила поставить. Так мне как-то вот больше нравится, когда они по порядочку лесенкой так стоят. Так, пока так оставлю. Так, здесь, не знаю, мне надо полотенце. В общем, Вова мне все обещает. Прикрутить полотенце, чтобы они откуда-то, в общем, вот так вот свисали. Будет гораздо удобнее. Салфетки уже так-то стоят. Так, что еще? Что еще? Что можно еще убрать, чтобы меня вообще ничего не бесило? Потому что чем меньше каких-то предметов стоит на вот столешнице, тем лучше. Потому что постоянно какие-то крошки, что-то там постоянно собирается. Там под вот этим вообще. Каждый раз помойка, каждый раз вымываю под ним. Конечно, что-то вот... И чем меньше, тем чище. Вот этот вот минимализм, это прекрасно, конечно. Это свой вопрос, Малтик. Так. Я сейчас выключу, нафиг. Так. Я ему купил игру. Он дерется, что он должен там аватар, который... Я хочу моть. Ну, ладно, понятно. Так. Значит, я сейчас буду... Я только что купил эту сраную игру, он уже все... Он больше не хочет в нее играть. Это тоже развивайчик вот этот вот. Да я только что купил за 13 долларов. Вот это то же самое. Малый, он сказал, больше не хочу играть, он даже не открыл. Вов, он открывает, играет, чего-то. Он ее не открыл. Я не знала, что он не будет играть. Ему просто вот это будет. Он будет, будет. Они играют, реально. Так, ладно. Буду сейчас как-то собирать вот этот вот обратно диван. Милки. И вот сюда мне надо теперь... В общем, пеленки буду стелить вниз. О, господи. Ты мне будешь помогать? Видишь, что она сделала? Его не постирать ничего, этот поролон. Вон там будет борт. Да, вон тот борт. Поэтому вот так вот, да. Две, две, Маш. Обе. Да, точно и там борт. Мы сейчас две сюда постелим. На всякий случай. Вдруг ей опять приспичит погадить на свою кровать. Ну мало ли, там знаешь, когда мы уйдем, она не додумается. Ну да, нас главное, когда нет, она пошла куда надо. Чего ее сегодня перемкнуло, непонятно. Ага, и еще одну. Ты уже открылась, что ли? Одну отклеила? Ну, с одной стороны. А так это вот сюда вот это отлично все. Да неважно, вот посередине главное. Вот где она сходила, и вот так. Ага, на всякий случай, чтобы вот в этот матрас не протекло уже. А то матрасик жалко, вот этот вообще. Так, не помню, как там было. Вот эту, по-моему, сначала вот эту одеваем. Да, все правильно. Нет, 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 все правильно. Вот эту сначала одеваем, а вот эта потом впихивается уже в одетый матрас. Вот этот борт, он впихивается. Там два замка, короче, Маш. Два этапа. Видишь, вот тебе надо сейчас только туда, куда матрас всовывается. Он углом всовывается, поэтому там будет удобно. Давай. Вольно. Так, в принципе, засовывается очень легко. У меня мало тканей. Мама? Давай двигайся. У меня немножко тут собралось. Я тебе сейчас дам. Так, все, сейчас матрас зашиваем. И теперь вот сюда вот уже второй уже замок идет. Где он? Все. А вот этот вот замок получается под вот этот валик. Он идет отдельно. То есть матрас уже зашит. Видишь, Маш? Маш, видишь, да, как сделано удобно? Матрас уже все зашит. Теперь валик впихиваем. Валик, валик, да. Теперь полностью, смотри, Маш, вот он замок. Вот он замок. Полностью забирай туда замок. Открывай полностью. Ага, все. И теперь валик запихиваем сюда. Понятно? Тебе давай одну часть, мне вторую. Так, начали. Так, все, почти все сделали. Смотрите, как новенький. И вот там у нас получается под вот этой вот частью пеленочка. Две штуки. Закрываешь там замком? Что, лишний? Лишняя колбаса какая-то, да, у нас? Так, не знаю. У меня вроде все прям впритык. О, все, мы сделали это. В принципе, очень удобный матрас получается в использовании. Вот все, я сняла в стиральную машину, в сушильную. И вот через час у меня получается все готово. О, красота, Маш, да? Да. Как из магазина только что. Супер. Надеюсь, она больше не будет на нее ссать. Давай, запихиваю ее туда-обратно. Где Милка? Дрыхнет уже где-то? Все, а то она тут и кости грызла, и все. Я хотела ее постирать, и сегодня у меня прям отличный повод был постирать ее. Все, красота. Угу. Да, я там все поменяла. Прикольно. Прикольно? Ага. Тебе нравится? Ага. Маленькая такая перестановочка. Да. Наоборот. Макаша, лучше даже. Лучше? Да просто надоедает одно и то же, когда я вела одинаково все, и хочется. Милка, у тебя чистое место, чистая постель. Можешь гадить дальше. Нашу водичку мыть. Так, ну вроде бы все. Сейчас все, вот эта барная стойка уже отмоем. Залазить надо будет падать. Кто падать? Кот все время забирает. Ты хочешь вот так квадратиком оставить? Она очень скользит. Ну да, а кот забирается, он здесь заберется, ничего страшного. Мне кажется, вот так лучше, когда они падают. Кот забирается, он пойдет по ней, ходит. Ну, ничего страшного, пройдет по ней, да слезет. У нас везде ходит. Не знаю, их можно вообще как угодно, хоть шахматами, хоть как. Маш, ее гулять надо. Так, друзья, у меня еще вот такой вот шкаф есть. Всякой фигни ненужной, по сути. Вот то, чем... Все к папе, нет, с играми к папе, не ко мне. В общем, я его буду распламлять, наверное, уже завтра. К папе, к папе, нет, это к папе. Вот здесь находится все то, чем мы... Отойди, пожалуйста. Не воспользовались за время житья здесь еще ни разу. Что? Пойдем, что покажешь? Я больше ничего покупать не буду. Так, ну все, друзья. В общем, я все намыла. Завтра, надеюсь, мы поедем все-таки, возьмем коробку под вот это все и отправим уже маме посылку. Надеюсь. А то все, никак не можем доехать. Друзья, у меня все никак не закончится, мой Золушкин припадок сегодня. Я решила хлеб, который у меня в морозилке хранится, у меня любой хлеб хранится в морозилке, привести в порядок. Как-то его тут разгрузить, значит, и морозилку заодно, какую-то лишнюю упаковку выкинуть и все просто переложить. Как надо, как удобно, потому что какие-то порванные пакеты, булочки, в которых уже вон снег просто лежит, мои любимые. Я просто уже достала пакеты, которые вот с зип-застежкой и решила туда уже переложить булочки все. Потом все лепешки переложила вот в один пакет, а то у меня большие в одном, маленькие в другом. И все это занимает полморозилки, вот поэтому вот такой вот бардак в хлебе у меня. И вот сейчас занимаемся таким вот делом. Потом вот бейглы еще, большие домашние такие бейглы, которые другие. В общем, это как-то все мне надо сейчас все организовать и переложить уже в морозилку. И кучу лишней упаковки просто выбросить. И сколько она накапливается, и все это вот полная морозилка. И засунуть обратно, уже аккуратненько. Все, осталось только намыть пол и чистота. У нас тут сейчас все вообще залили. У нас помыли дом полностью. Видите, все залито. Все, а не просто такого. Папа там что-то делает. С бронзбольтом что-то поливали. Даже мой цветочек полили. Смотрите. Я надеюсь, обычной чистой водой они мыли. Или какой-нибудь химией. Наверное, химией какой-нибудь мыли. Сто процентов. Если он завтра сдохнет, то значит химией. Если не сдохнет, значит обычной водой. Но я его трогаю, вроде обычной водой. Ничем не пахнет. И у нас все чистенько. Видите, отобсюду вода стекает. Гараж весь намыли. Все, уже почти высохло. В общем, весь дом чистый. Все, в капельках. Мусор повез в багажнике. Открыл багажник. У него на лежачем полицейском багажник захлопнулся. Сейчас выйдет и забудет. Оставил, короче, багажник у себя открытый, вон машина. А полицейский лежачий проезжает. И он у него хлист и захлопнулся, что сейчас забудет. Сейчас забудет. Ты что, там, чистку в машине проводишь? Да, я расчищал. Ну, жара сегодня, да? Да. Я вот смотрю, цветок мой полили. Я надеюсь, просто водой мыли. Да, он даже все на голову поливал, когда ему так было. Так что все хорошо. Я тоже подумала об этом. Ага, значит, короче, вода обычно. Но, как бы те, кто не убрал машину, заодно и мы машиной помыли. И машину помыли, да. Касто, сказать, размазали грязь. Поэтому я отгонял. Ну, да. Папа вовремя заметил. В общем, у нас теперь все мокрые. Но сохнет быстро на солнышке. Друзья, вы посмотрите. Наши два холостатых уже даже спят вместе. Да. Милка спала, Мэйсон подошел, лег к ней. Ну, ложись, 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 ложись. Ой, мальчик. Мэйсон. Ну, бегут изюмом. Так, малышарики тут искупанные сидят. Мокренькие, чистенькие. Да, малыши? Да. С легким паром вас? С легким паром. Спасибо, надо говорить. Спасибо. Лев, стул сломаешь. Вот так, друзья, выглядят два тоста, два бутерброда. Вот с этим салатом, который я показывала в прошлом влоге. Вот так вот поджариваю хлеб и сверху салатик. Как бутербродик, получается очень вкусно. Что-то папа хочет показать. А вон там, что мокро все? Не, не знаю. Странно. Ну, тебя такая... Закрывай. Закрывать? Ну, чтобы не жарко просто было. Короче, смысл в том, что я еще со времен Москвы, у меня еще на BMW были вот эти замечательные кнопки. У многих они есть. Делюсь. Лайфхак, ребята. Раньше нельзя бы вот эти вот кнопочки, то есть вот это программируем. То есть, да, это называется Home Link. Запомните, пожалуйста, у кого, ребята, не важно где, в Москве, в Ярославле, в США, в Германии, у кого есть, в общем, у машины, а у многих, поверьте, даже на нашей сиене стоит это. То есть, это во многих годах дело не в том, что это какая-то суперсовременная машина, а эти, как бы, эта функция есть на даже очень старых машинах. Называется она Home Link. Значит, что мы делаем? Вы открываете на YouTube Home Link, как запрограммировать и, в общем, смотрите. Ну, вы знаете, мне сразу не дошло, то есть, я так, как бы, посмотрел ролик, потом, в общем, сделал. Потому что все, что написано в инструкции, как правило, то есть, на самом деле, можно запрограммировать несколько ворот, можно запрограммировать въездные ворота. То есть, здесь для трех ворот, как минимум, можно основные... Но мы имеем в виду ворота открывающиеся. То есть, это в гаражах. У нас, допустим, подземный паркинг был в Новогорске, и там тоже такие же ворота, и тоже их можно было открывать. Вот, и тоже было, вот, у многих есть вот такие вот устройства. Я сейчас к США обращаюсь, то есть, многие, может быть, вы знаете, но кто не знает, просто, ребят, я давно знаю, что это есть, и что вот это есть, пользуюсь вот этим, и ничего сделать не могу, потому что, блин, ну, я по несколько раз понажимал. Что написано в инструкции? Надо, значит, нажать одновременно на кнопочку, вот здесь вот я нажимаю, видите, вот одна кнопка у меня не запрограммирована. Вот, и она, видите, сейчас, что готово, да? Дальше я должен одновременно нажать вот эту, удержать, и кнопку открывания. Удерживаете, и вроде все запрограммировалось, да, то есть, вроде все сработало. И вот я смотрю, что я нажимаю, она у меня, видите, показывает, что запрограммирована сама кнопка, то есть, уже частота вот этого и вот этого вот, она совпала, то есть, уже она работает. Но почему-то не отзывается ни ворота. Итого, ребят, просто лайфхак, реально, кому-то будет полезно. Я понимаю, у кого нет ворот, вы просто можете промотать это, не запаривайтесь. Короче, Лена, смотри, сейчас я нажимаю, вот эту штуку я вообще не трогаю, ее можешь себе убрать. Я нажимаю на среднюю кнопку, и у меня просто ее получилось, и видишь, что делается? Ворота открываются. Но, ключевой момент после того, когда вы синхронизировали частоты двух вот этих вот кнопочек, вам нужно, чтобы сработало вот это вот. Для этого, пойдемте, покажу. Выходить надо? Ну, да, там, потому что. Так, этого, вы сказали, надо забрать. У вас, у всех, у кого есть электронные ворота, висит вот такая вот сигнала. Сам приемник вот этого сигнала, который и действует на механизм открытия ворот. Сюда войди, пожалуйста. На каждом есть так называемая смарт-кнопка. Вот она здесь, ярко-красная. Видите, там видно. То есть вы ее нажимаете, и в этот момент идете обратно на машину, и нажимаете ту кнопку, которая у вас запрограммирована, и держите ее. Все. То есть два раза нажимаете, и у вас в итоге кнопочка программируется на вот эту штуку. И теперь вот этот больше пульт, он вам не нужен. Я заберу, да? Да, можешь забирать. И мы еще запрограммируем наш белый и черный. Короче говоря, сможем вот это теперь, потому что вечная запарка. Если нет вот этого, то приходится выходить, и отсюда через код можно еще доступ. Но если дождь, вот что-то такое, неудобно выходить, снег у кого-то там, да? Короче, вот такая вам штуковина лайфхак. То есть это если вы даже арендуете в Америке, например, вот как мы сейчас в аренде вот этот гараж, то есть в доме, да? И, соответственно, никакой проблемы нет. Запрограммировали все. Можно на ворота также запрограммировать и не париться. Раз нажал, заехал. Круто. Ловите. Да ты гений, Ловик. Да это не я гений. Это я просто разобрался, сел, надо же разобраться, как же тут работает эта штука. Чего у нас мокрое все в предбаннике в нашем, а? Я боюсь, не имею в виду, да. Если это опять ваша собака на столах. Ну, тут, нам тут в поливалке работали сегодня. Теперь вот здесь вот у нас все мокрое. Почему? 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 Вроде не собака. Тогда неизвестно. А где кот? Как вы думаете, что делает Маша? Она включила себе Дисней, будет смотреть 101 долматинец и ищет кота. Ходит по квартире в поисках кота. Я сейчас беру. Сейчас завернет его в это долматиновое одеяло. И усядется смотреть киношку. Он это обожает сам. Он это просто обожает. Часами будет лежать, сейчас мурлыкать. Мэйсон. Чего мой маленький? Милка спит, она посрела. Она салам будет на среду отец. Ура. Милка спит. Обожаю, когда Милка спит. Милка как вот шестой ребенок. Абсолютно вот шестой ребенок. За ним столько нужно ухаживать, следить. Это точно. Обожаю, когда спит Милка и когда спят дети. И вообще, когда у вас дома никого нет, обожаю. Согласна. Лондон. О, да, Лондон. Серьезно? Да. Ты знаешь, после Америки абсолютно по-другому тебе покажется. Это абсолютно другой мир какой-то. Европа. Европа, да. Ну там классно. Так, попутешествует. Но жить, честно говоря, не представляю. Даже бомс. Ну как это возможно вообще? Маш, это что-то. Ну как так можно? Мысль. Все, кайфовать, да, буду, скажи. Теперь буду, скажи, два часа кайфовать лежать. Кайф. Жизнь удалась, да, Мэйсин? Вот и Круэлла. В общем, выходит фильм. Маша, а когда он выходит-то? Круэлла фильм. Через год только? Он уже вышел на его ножку. А, он вышел в кинотеатр, да? А, мы на Дисней просто ждем, да. Ну в кинотеатр, если девчонки захотят, сходят на фильм Круэлла. Главная героиня, вот, Талматинцев. Целый фильм сняли про нее. Ну это типа вот серия как вот Малефисента. Тоже, почему она такая стала. Какая-то там драматическая история. Вот здесь то же самое будет про Круэллу. Почему она стала такой злой. С чего все начиналось. Вообще, круто очень придумали, да? Каждую злодейку, злодея снимают в целые фильмы. Мама, да, Маша? Мама, а я высокий буду. Высокий будешь, да. Малыши пришли и выселили маму. Я буду высокий. Высокий, высокий, правильно. Все. Пришли, оккупировали место, забрали зарядку. Вот такой будешь здоровый, да? Мама, не упала. Не упадешь, не переживай. Все, опять мама стоит.